Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы рассмотрим важный и наиболее часто использованный голосовой сервис АТС-30Х, интерактивное голосовое меню или IVR, автосекретарь, реже он называется автоответчик. Данный голосовой сервис очень широко используется при обработке входящего вызова в компанию с проигрыванием приветствия и возможностью набора внутреннего короткого номера сотрудника. Голосовое меню создается в соответствующем разделе веб-панели управления, который расположен в главном меню АТС в левой части. В таблице голосовых меню мы видим строки с номерами меню и служебное меню Hall. Это меню создается автоматически при установке системы. Его удалять не рекомендуется. У голосовых меню используется общий план нумерации голосовых сервисов. В данной АТС с четырехзначными номерами, которые начинаются с восьмитысячного номера. В списке создано голосовое меню Hall. Это голосовое меню праздника с голосовым сообщением нерабочего времени. Office Close, то есть сообщение закрытого офиса при завершении вызова, если не было ввода. Это меню не имеет определенного номера. Оно используется там, где указывается опция проиграть сообщение праздничного дня. При создании меню сервису автоматически присваивается номер, следующий за предыдущим номером уже существующего какого-либо сервиса. При создании голосового меню необходимо указать удобное название, перезадать добавочный номер при необходимости и выбрать тип. Стандартный позволяет выполнить донабор внутреннего номера или выполнить действия по нажатию клавиши телефона. Это наиболее часто используемый вариант. ttmfbot, в котором мы можем задать свои собственные комбинации наборов клавиш на клавиатуре телефона и выполнить определенное действие по этой комбинации клавиш. Запустить скрипт сценария Callflow Designer гибкого средства для программирования логики обработки входящих вызов АТС. Скрипт загружающего в соответствующий раздел и при старте меню голосового запускается скрипт. Либо установка будильника с помощью голосового меню. Когда мы набираем номер, проигрывается сообщение для установки будильника. Это отдельное меню с помощью набора дополнительных указанных клавиш, комбинаций можно задавать будильник. создавать будильник, который в определенное время отправит вызов на IP-телефон. В стандартном режиме возможно загрузить в АТС голосовой файл с указанными параметрами, либо продиктовать и записать этот файл с помощью IP-телефона. На IP-телефон отправляется вызов. Телефон звонит. На вызов нужно ответить. Продиктовать в микрофон телефона то сообщение, которое будет записано для голосового меню. нажать клавишу решетка и сохранить сообщение. По кнопке плюс можно выбрать файл и загрузить. Файл обязательно должен быть с теми параметрами, которые здесь указаны. В голосовом меню можно выбрать язык голосовых сообщений, служебных голосовых подсказок на том языке, который наиболее удобен данной группе, использующей голосовое меню. Это очень удобно, если АТС используется в международной компании с филиалами в разных странах. Тогда все служебные сообщения будут проигрываться по звонившему на его языке. В голосовом меню также настраиваются опции, которые задают действие по нажатию кнопки от 0 до кнопки 9. Кнопки звездочка и решетка в голосовом меню не используются. По нажатию кнопки в голосовом меню можно завершить вызов, соединить с внутренним номером, соединить с номером сервиса голосового, такого как группа, очередь, IVR, голосовая почта, вызвать абонента по имени, повторить данное сообщение, проиграв сообщение и выйти, запустить голосовое приложение, написанное в Call Flow Designer. Также можно направить в другое голосовое меню, создавая таким образом многоуровневую структуру голосовых меню компании. Это очень удобно, когда в компании несколько отделов и проигрывается при входящем вызове. Для соединения с отделом продаж нажмите 1, для соединения с отделом доставки нажмите 2, для соединения с техническим отделом нажмите 3. Далее, когда абонент нажимает соответствующую цифру, инициируется другое меню, в котором уже загружено сообщение и выполнены настройки для соответствующего отдела. С помощью данной строки, данного пункта выбора, можно формировать многоуровневые голосовые меню. Голосовое меню может быть связано напрямую с номером DID, городским номером компании, который указан в линии для обработки вызовов из линии напрямую, без необходимости создавать входящий маршрут. Когда мы указываем DID с помощью выбора, данное меню автоматически настраивается на линию, связанную с DID, и вызов поступившей линии попадает в данное голосовое меню. В голосовом меню устанавливается максимальное время, в течение которого абонент входящего вызова должен набрать короткий номер сотрудника или нажать клавишу телефона для действия. По истечении этого периода вызов может быть завершен или перенаправлен в указанное направление. Также можно указать, куда перенаправить входящий вызов при неверном наборе на клавиатуре телефона. Это все опции, настройки, которые присутствуют в голосовом меню. Таким образом, система 3CX предоставляет нам функционал голосового автосекретаря, голосового меню интерактивного, в котором можно гибко автоматизировать работу входящего вызова по линии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...